Я пытался мне представить, я чуть-чуть поподробнее скажу, кто я. Да, я являюсь руководителем МММ-12, я являлся руководителем МММ-11. Значит, на сегодняшний день я представляю Московское объединение руководителей МММ-2012 как перспективное, в принципе, объединение. Я объясню вообще, в чем тут соль. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день структуры в МММ-12, которые, я бы не сказал, что перешли из МММ-11, но они также имеют место быть. То есть вот эта вот модель, которая была построена в МММ-11, когда абсолютно хаотично строились структуры именно по вертикали, то есть привлекались участники со всей страны, соответственно, эти участники потом становились руководителями, то есть, скажем так, что структура росла абсолютно непредсказуемо. У нее мог быть руководитель в той же Астрахани или в Волгограде, под ним линия руководителей шла на Дальнем Востоке и в каком-нибудь Мурманске. Ну, соответственно, представляете себе, что идеально, конечно, было на тот момент охватить всю страну. Но давайте вернемся немножко к ситуации в МММ-11, как это выглядит. То есть структуры имели централизованные поступления средств на счета руководителей, на счета десяток. Со счетов десяток эти средства при необходимости расходились на рекламу. И, в принципе, вот такая вот схема, которая была, она имела успех по той простой причине, что шло централизованное финансирование рекламных акций. И эти рекламные акции проводились по очереди, какая-то в том же Мурманске, какая-то в Владивостоке и так далее. Что мы имеем на сегодняшний день? По факту структуры как таковые, как именно централизующая и финансирующая система, они приказали долго жить. То есть официально, да, есть там структуры, которые себя по-разному называют. То есть, да, идет та же вертикальная система организации этих структур, но обратной отдачи вниз по вертикали, сверху, в плане тех же рекламных бюджетов, ее уже нет. То есть получается вообще патовая ситуация. Человек становится десятником в каком-то городе, неважно, там, в столице, в Питере и так далее. И он упирается в вопрос, а как ему привлекать участников. То есть человек остается фактически один на один. Один в поле воин, вот так это лучше сказать. Ну, в общем, мы пришли к этому в Москве. И я так полагаю, что ситуация по всей стране так выглядит. То есть люди, которые хотят развивать систему, которая является десятниками на сегодняшний день, они не знают, как двигаться дальше. То есть на сегодняшний день получается так, что какого-либо централизованного финансирования от МММ непосредственно по каждому десятнику уже нет. Структура сверху деньги на рекламу не спускает. Все, получается патовая ситуация. У людей опускаются руки. Просто пропадает желание что-либо делать, потому что они не видят возможности, как с этим вообще справляться. Значит, ну, если вспомнить вообще, с чего начиналось МММ-12, вспомнить идею, которую двигал Сергей Пантелеевич Мавроди вообще-то в самом начале, в начале июня 2012 года, была мысль, которая вообще является глубоко продуманной, и она, собственно, непонятно почему не осуществлялась в течение первого месяца. Я имею в виду территориальные организации. То есть Сергей Пантелеевич, он изначально предполагал, что рекламные бюджеты, которые были в 2011-й системе, они будут направляться на выплаты в МММ-11. Поэтому он предложил как альтернативу территориальное объединение. Значит, суть-то в чем? Суть очень простая. И мы эту суть реализовали в объединении московских руководителей, московской подмосковной. То есть каждый из руководителей, потихонечку набирая, значит, свою десятку, сотню, тысячу, он получает рефераль. Достаточно даже 10 или 5% из этих полученных реферальных вложить в общую копилку, и это получается уже внушительная сумма. Когда эта сумма, вернее, собирается с объединения руководителей, это уже получается серьезная сумма, которая позволяет проводить акции. То есть именно искаляя из вот этой вот ситуации с отсутствием финансирования, мы решили создать объединение московских руководителей. На сегодняшний день в новостях проходили наши акции. Создан сайт, на котором более подробная информация по текущим акциям, по планируемым. И эти акции, они не берутся из воздуха. Они делаются именно на деньги руководителей, которые стоят в объединении, для того, чтобы продвигать систему в конечном счете. Идея, в общем, вот такая. Идея простая по своей сути, но идея, имеющая место на сегодняшний момент, быть и работать. Значит, хочу еще добавить такой момент насчет структуры гвардии. Значит, все знают, кто был в 2011 МММ, что гвардия была одной из крупнейших структур. Соответственно, она себе могла позволить проводить мега-акции. То есть, за счет этого она разрасталась. Но, второй момент. Она разрасталась еще и за счет суперактивных, гиперактивных руководителей. Значит, на сегодняшний день структура гвардии возрождается вновь. Сергей Пантелеевич не возражает. И, я так думаю, что даже одобряет развитие этой структуры. Значит, в чем суть? На сегодняшний день гвардия перестала быть той структурой, которой она была в 2011 МММ, вот с этим вертикальным, с вертикальной организацией. И планируется, и более того, уже осуществляется создание гвардии и развития именно как общественного объединения руководителей. То есть, так скажем, что взять вот место такие же объединения, как в Москве, они на самом деле существуют и в других городах. Просто под эгидой гвардии эти объединения будут собираться в одно целое. То есть, абсолютно, значит, да, самый главный момент, о котором я забыл упомянуть, насчет объединений, что у каждого из руководителей, которые на сегодняшний день являются руководителями, у них сложились старые дружеские, можно сказать, связи по своим предыдущим структурам, и, в принципе, на основании этих самых связей не создавались структуры в МММ-12. То есть, не всем удобно, так скажем, уходить из своей структуры в какое-то объединение, создавать что-то новое, да это, в принципе, ни к чему. То есть, основная цель вот этих объединений, это привлекать систему. На сегодняшний день, вот в том же московском объединении, там люди из абсолютно разных структур, но они делают вместе общее дело. То есть, что касается гвардии, то принцип совершенно тот же самый. То есть, не нужно переводиться в гвардию. Если вы хотите работать именно вот по развитию системы, гвардия объединяет руководителей по тому же принципу общего, как хотите это назовите, фонда, общего кошелька, организуются акции, и за счет этого, собственно, привлекаются новые участники, разрастается система. То есть, я повторю еще раз, гвардию переводиться не нужно. Если у вас очень большое желание перевестись, я думаю, это будет решаться на уровне руководителей, которые находятся под Андреем Кимом, это будет отдельно обсуждаться. Я думаю, что не всех будут принимать непосредственно в структуру гвардии, поэтому забудьте об этом. Главное наше дело на сегодняшний день – это развивать систему. Поэтому я призываю сейчас, как руководителя московского объединения, которая уже присоединилась к гвардии, именно вот на условиях совместной работы, то есть организовывать такие же объединения в своих городах и входить в общую систему. Тогда мы сможем проводить всероссийские акции, это будет уже серьезно, это будет уже не информационный шум, который мы сейчас создаем мелкими какими-то вылазками, это будет информационное поле, в которое постепенно будет входить вся страна. То есть я не буду отнимать ваше время, общая идея была, именно так выглядела. Давайте объединяемся. Спасибо, Дунар. Здравствуйте. Сегодня я не в необычном съезде. Не в необычном съезде. Я сегодня представляю как координатор Центрального федерального округа, наблюдатель Совета ММН-2012. Поэтому, наверное, не все это понимают, но еще не знают, что бы он наблюдатель Совета. Давайте я вам немножко расскажу вообще. Он появился в ММН-2012, в ММН-2011 его просто не было. В ММН-2012 не было тех проблем, которые были в ММН-2012. То есть люди, которые в какой-то момент решили оставить нашу систему и не создавать собственную систему, раскольники. Мы их называем раскольниками. Но для Центрального федерального округа не для этих целей. Изначально он должен был именно помочь контрольно-оразионному отделу Проверить десятников, которые оставались в системе, на порядочность, потому что на кону стояло доверие к этим людям, ведь приходили новые участия, а тогда еще мало кто знал, что деньги будут храниться на личных счетах и так далее. Не я был видеоблогером уже в том моменте, и меня заметили люди, которые разделяются на моей идее. Ко мне пришел Виктор Зайцев, он был во флагманах, занимался внутренним хэроломом, и он сказал, он был действительно, знаете, имейл ММН стук, то есть человек действительно боролся всегда с несправедливостью, которая была в ММН для тщательности, и сказал, что было бы хорошо, если ты мог бы вам помог бы донести людям, то есть, ну, поскольку ты снимаешь видеоблоги, что нужно сейчас помочь КРО более, как бы, сильно, потому что не хватает ресурсов, то есть, человеческих ресурсов. А я немножко, я поступаю иначе, я просто написал Сергею Придеевичу, предложил ему помощь, что вот сейчас нужна помощь. Помощь, да, всему ему, в степи Пидеевичу, у меня расслышка, чем... Так появился наблюдатель совет. Теперь проблемы, когда те, даже минут, что нет, то есть расходники, они уже чувствуют себя очень неуверенно, скажем так. Наблюдатель совет, теперь уже, как бы, уже, ну, безусловно, занимается, он занимается, еще раз, мониторингом системы, он отслеживает все настроения, которые, какие настроения сегодня в системе. То, какие-то дисциплинарные нарушения и так далее, и так далее, то есть, перетягивание, там, а, все плохо, все плохо. То есть, наблюдатель совет, это еще раз, машина, которая смотрит за порядком в системе и помогает контрольной реализации. К сожалению, и у такого инструмента, как НС, он, блядь, встает, появились враги, быстро очень появились враги. Почему? Ну, понятно, почему, да? Потому что, так как орган не нужен, и начали откровенные провокации, то есть, писать жалобу в контрольно-силенном отделе, вот, наблюдатель совет занимается перетягиванием структур. Это настоящая обманка. Наблюдатель совет никогда не занимался перетягиванием, там, к себе. Он еще раз занимается, где-то инструмент, еще раз, где он только, эти люди, кто там работает, они реально не спят круглосуточно. И, вот, все эти три месяца, я видел, они не спали круглосуточно и только занимались интересными системами. Мне не ради корыстных целей. Это абсолютно идея, люди, там, сто процентов, смехи. Куда так просто вообще было не попасть. Но, тем не менее, провокация усиливалась, и в какой-то момент администрация решила убрать, наблюдатель совет сайта, я понимаю, ну, такое дисциплинарное наказание, скажем так. Поэтому, как и сейчас, оно, так скажем, на такой небольшой опале находится. Но он продолжает свое существование, например, сейчас в Украине, должен посчитать, что есть конференции, дает представитель АНС. В общем, вот я, как Гульнар призывал поддержать маргию и присоединяться, помогать развивать этот бренд. Точно так я призываю тех, кто хочет заниматься, правда, порядком в нашей семье любимой системе, поддержать, наблюдатель совет и помогать. Это еще раз, это не структура, вы можете оставаться в своих командах, продолжать заниматься развитием, но, помимо этого, смотри за порядком. Участников призываю активно смотреть на тех, кто призывает расколистые структуры или какие-то вообще непопулярные, вообще непопулярные для системы решения. То есть, жалуйтесь, наблюдатель сегодня занимает тем, что работают с участниками, непосредственно участниками. То есть, вы слушаете их не жалобы, пытаются донести эти жалобы до администрации. К сожалению, у них тоже не для себя, если это возможно, жалоб очень много. И в большинстве случаев эти жалобы, ну, не совсем для системы сейчас нужны. Нужно, чтобы эти были общие, да, общие решения проблемы. Вот, действительно, я не успевал, я, второй раз в жизни выступаю публично, первый раз это делал на конференции в Израиле, вот сейчас второй раз. Еще раз, что? Контрольный сон отдел? Контрольный сон отдел существует и будет всегда существовать. Это администрация нашей системы. Нет, контрольный, вот, ну, к сожалению, их очень мало, они не могут всем сегодня ответить. Для этого и был создан, наблюдатель при поддержке. Вот, 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 для этого и существует наблюдательность. Да, да, конечно, наблюдательный совет. У нас в Центральный Федеральный Офрук два координатора. Максим Маслов и я, в данном случае. Максим Маслов и я, в данном случае. На сайте, я понимаю, не знаю, что все там, это официальный сайт, наблюдательный совет, там есть все координаторы. Много, пожалуйста, через там не пишите всем подряд, потому что, я вот часто вижу, когда приходит висимоф и копия апокалипсис, то есть Сергей Пантелеевич, Кэролот и круче-круче. То есть надо понять, что люди не могут всем одновременно, а по-моему, все 10 человек не могут заниматься, очень много. Понятно, что эти проблемы есть, и срочники, и так, и срочниками, если он занимается, наблюдается, то есть всеми насущными проблемами. То есть принципы какие-то, чтобы был результат, например, по выплате в одиннадцатом должен быть выработаны принципы. Раз, и до 100 тысяч. Два, те, которые отыгрались, им не давать пока одновременно. Третье, чтобы по дате вкладок, то вот с января одиннадцатого не получали ни копейки, как бы, и свои даже потеряли. И все, а нас привлекли, потому что, как сказали, нам год выхлачивается за 90-е годы. Да, 90-е годы теперь. И в 12-е годы, в 12-е годы, в 12-е годы, в 12-е годы, тогда получим за 1-е годы. Мы уже все облетели. Это что-то, скоро на этот панель, пока не будет. Эти грузняшки знают. Они, я тоже. Давайте не будем сейчас вич, я оставлю свои координаты, и мы обязательно решим ваши проблемы. Вот мы с вами будем разговаривать. Обязательно. Наблюдайте, не заведите. Да, я вернусь на свое место. Ну, еще раз, есть ли какие-то понаблюдать советы, вопросы? Их ответьте. Есть. Тогда я просто хотел бы еще стараться. Есть вопрос. Можно что-то? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, много вообще вот, ну, нечестно, что будет так говорить, руководитель одиннадцатый момент нарушено. Да, вот, очень много, очень много. Порядок такой, подождите, не перебивай. Еще раз. Порядок, порядок цифр какой? Ну, к сожалению, я не могу вам, цифры прибавляются, то есть невозможно сказать. Ну, достаточно много. Ну, как люди, вы сами знаете, как люди относятся к ним, когда у них есть доступ к деньгам, как мы себя ведем в такой... А после проведенности работы какие-то... Ну, контрольный визионный отдел, чтобы не церемониться, как правило. И просто сразу блокируют или выкидывают эти системы. Это, поэтому и привились расходительские структуры. Вот по тем причине, что никто с ними не церемонится. Если есть какие-то правонарушения, просто удаляют эту систему. Так же, Раба. Вы никогда не станете руководителей, понимаете? Руководители сегодня дают припаспортные данные свои обязательные. Нет ни одного руководителя, который не из документов обеспечивает. Минуточку внимания. Мир стоит на пороге больших перемен. У нас ждет удивительное время. Время, когда люди наконец-то жил час. Когда деньги, порождаемые деньгами злого, идет в глубокое прошлое. Вместе с темой централизованного управления. Когда мы будем жить одной большой дружной семьей. до наступления этого времени, нам осталось сделать один шаг. Всего один. И этот шаг называется МММ. Но большинство людей на этой планете еще не знает об этом. И продолжает жить в страхе в задушенне. Политики, журналисты, военные продолжают искать новые пути развития цивилизации. Все эти поиски ошибочны. Они приводят воинам, жертвам, порождение новых волн истребившихся. Больно смотреть, как в ней рвется конвульсис, как продолжает истребляться люди. К сожалению, сегодня нет ученых. К сожалению, сегодня нет ученых, которые смогут прогнозировать и оценить нашу систему по достоинству. Все это потому, что они не умеют мыслить глобально. Они могут понять, что мы настолько глобальны, что ее невозможно измерить примитивными законами экономики. Тем более, что сама экономика, по сравнению с той же самой физикой, настолько примитивна, что диву даются, как мы еще до сих пор живы. Это относимо к тому, чтобы если бы люди, живущие в 10 веке, рассуждали бы о природе электричества или атомной энергии. В общем, нам всем сегодня нужен взгляд в будущее, в спортсмене. И раз нет ученых способных на это, то нужно искать тех, кто сможет. И помимо науки у нас есть кино. Но зачастую режиссеры лучше видят день завтрашний, чем журналисты и военные. Нам нужно делать режиссер, самый лучший, который раскроет нам всю красоту нашего будущего блестящего мира. Лучший режиссер всем времен и народу. Безусловно, таковым мы считаем Джеймса Кэмерона. Нас миллионы. И мы готовы собрать стрельцат для того, чтобы оплатить расходы на съемки садков. Великого фирма о нашем будущем. Фирма, которая расскажет всю правду об МММ и станет путеводной звездой в новый мир. Где материальные ценности перестанут иметь какое-либо значение. Если 20 миллионов МММщиков скинется по 10 долларов, то мы сможем оплатить бюджет съемок этого фильма. Сегодня у нас уже несколько миллионов. Через полгода у нас будет больше 30 их. А через год больше 100. Сегодня мы можем начать сбор этих средств. Один-два миллиона этого будет достаточно для начала. Дальше больше. И к тому моменту, когда плавина человека будет в системе, а вторая еще будет сомневаться, выйдет фильм и сделать свое дело. Давайте позаботимся о будущем сегодня. Поддержите наше начинание, подписав эту петицию. Вы даете понять, что вы готовы пожертвовать на съемки 10 долларов. Мы можем многое. Петиция будет выложена на сайте идеи-ммм.com. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Я поддерживаю эту идею. Причем вот так вот, смотрите. Я не знал Соколова, там уже известный имя, известный бренд. Даже вот до сих пор еще не посмотрел ролики и так далее. Вот. Но я верю в гвардию. И когда гвардию сказали, вот нужно подтянуть Соколова, значит, Андрея Бордиана, Соколова. И они сказали, что вот у них есть такая идея-ммм. Тоже конкретно не успел еще туда вникнуть. Но вот сейчас, поддержав Алексея и Александра, и Андрея, я хочу сказать, что я вот первый подписываюсь и первый вкладываю туда деньги. У меня не так много денег сейчас на личных и вообще. Но вот и вкладов не так много. Значит, следующий у нас спикер, он уже здесь стоит. Но достаточно сложно мне его представить. Запомнил сложно, я по бумажке сейчас скажу. Значит, еще раз, это Андрей Бордиан, директор Института социально-финансовых коммуникаций. Значит, вот он один из создателей сайтов идеи-ммм.ком. И, в принципе, вот он ведет, значит, читает свои лекции «МММ в глобальном мире». И сейчас он пишет диссертацию. Диссертацию в Российской Академии Наук, Институте проблем управления на тему краудфандинг. Правильно? Что переводится «Народные фонды». То есть это как раз и есть про систему МММ. То есть человек, который пишет диссертацию о системе МММ. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас всех здесь сегодня видеть. Сразу хотел бы задать вопрос. Скажите, у кого есть идеи по поводу развития МММ? Есть. А теперь поднимите руки те, кому удалось реализовать свои идеи. Так, партию визу. Серьезная идея. Кому еще? Можете рассказать два слова? Я считаю, что главные направления развития ММММ у нас сейчас задано и проходит через интернет. Создание сайтов. Развитие сетей сайтов интернет. Развитие. Конкретно у меня есть сайты. Две бабульки, да? Картла. Русский портал. Есть книгу. Понятно. У кого еще есть какие идеи? Кто еще готов рассказать про свою идею? Все? А теперь скажите, а кому еще не удалось реализовать свою идею? У кого она есть, но кому еще этого сделать не удалось? Финансовая. Скажите о причинах. Почему? Про идею и про причину. На самом деле не нашлось единомышленников. Мой руководитель с Владивостока, как и я сам уродом. Мне не хватает здесь единомышленников, с кем объединиться. Я писал, но как-то все это наполовину. Ну вот я специально задал этот вопрос для того, чтобы вы могли оценить. И сегодня таких людей очень много, в которых есть идеи, но, к сожалению, наш состав, наши структуры формируются таким образом. Как говорится, мы руководители себе не выбираем, в большинстве случаев. Потом, когда начинается работа, происходит, скажем так, недопонимание. В результате происходят пропуксовки, которые не позволяют нашим людям раскрыться в полной мере, проявить весь свой потенциал, свои лидерские качества. В какой-то степени мне пришлось пройти через такую же ситуацию. И поэтому сегодня мы с группой единомышленников организовали сайт, который называется идея-ммм.ком. То есть этот сайт, это не структура, это, скажем так, скорее всего, это отдел кадров, да, такой, отдел кадров по нашей системе, который впитывает и аккумулирует активности участников и позволяет им, вне зависимости вот от того, как видят их работу их руководители, чтобы они могли прийти в эту идею, могли выложить ее там, собрать там команду и более того, даже собрать деньги на ее реализацию. Вот это выступление Александра Соколова, которое он сделал, то есть о том, что мы сегодня начинаем вот этот глобальный проект по сбору средств на этот фильм, это как пример, такой главный пример идеи МММ, но параллельно с этим будут развиваться другие ваши же идеи, на которые мы будем совместно с миру по нитке сбрасываться по чуть-чуть для того, чтобы их запускать. Но единственное, надо понимать, что эти проекты должны быть полезны всем, то есть это должны быть инфраструктурные проекты МММ. Вот, поэтому знайте, что теперь у нас есть такой ресурс, приходите к нам, он устроен таким образом, значит, там целый конвейер, то есть вы заходите, заносите свою идею, эта идея какое-то время обсуждается, после того, как у нее набирается какое-то количество сторонников, она переходит в раздел или идея ищет руководителя, если вы сами не в состоянии, скажем так, потянуть этот проект, либо следующий раздел, идея ищет команду, то есть там примыкают люди, которые готовы вас поддержать, потом она перемещается в следующий раздел, идея требует инвестиций. И вот здесь мы уже дальше начинаем при помощи нашего сайта, при помощи, значит, там дополнительных ресурсов собирать эти деньги. Вот этот метод с миру по нитке, он, собственно, и называется краудфандинг. Крауд – это народ, фандинг – это фонды, да, то есть вот такое движение, которое, по сути дела, сегодня именно благодаря этому движению произойдет та революция, которую мы с вами делаем. Вот. И только объединяясь в своих идеях, в своих усилиях, мы добиваемся результата. Поэтому присоединяйтесь, мы можем многое. Спасибо. И девчонку Сильнов – это один из мощных сейчас, мощнейших руководителей, которые развивают МММ-12. Поддавайте это одним словом. Всем здравствуйте, все, которые думали увидеть. Вот, собственно говоря, совсем хотелось бы пообщаться более-менее в таком личном порядке, потому что наиболее эффективное общение происходит только тогда, когда ты, человек, смотришь в глаза, и тогда это не более чем, ну, на практике получается, не более чем пять человек участвуют в дискуссии, по той причине, что иначе информация распаляется, и ценность ее наслежается. Поэтому, собственно говоря, для более продуктивного и эффективного понимания того, что происходит, если какие-то есть вопросы, я на все вопросы готов ответить, потому что, может быть, какую-то информацию узнаю лучше, может быть, нет, может быть, наоборот, мне будет приятно эту информацию, так что мы и у вас. Собственно говоря, мы все друг другу учителя и все друг другу ученики, и это главное наоборот, что главное на эту полную систему, по той причине, что в системе нет границ, и вообще нет никаких четких и навязанных стереотипов. Это первое, с чем борется система, первое, с чем борется система, это со стереотипами, которые нам навязывают современное общество, потому что развитие, грамотное развитие человека, развитие системы, развитие общества невозможно без того, чтобы победить себе стереотип. Вот, по поводу того, как будет развиваться система, система будет развиваться так, как будем развиваться мы, потому что система — это катализатор действительности, то есть она ускоряет действительность, куда бы она ни попала, если вам скучно жить, Если вам хочется, чтобы все менялось постоянно, всегда все, что надо сделать, это привнести систему в свою жизнь. Особенно в ту отрасль, которая вам где-то непонятно, где-то не нравится. Как лакмус в свою бумажку. Подносишь ее, и сразу все становится понятно, ясно, видно. А главное, что жизнь начинает меняться и меняться в лучшую сторону. Всем спасибо. Я всем спасибо, пожалуйста, Владимир. На самом деле, многие моменты тоже вам высказал. Мы прямо думаем в одинаковом направлении, в какой месте. На самом деле, правильно, что все собираются. Огромный плюс данной системы от предыдущих, что многие очень друг друга знают. Потому что эта система началась с, если помнить, 14 марта. Что было 14 марта? Что было 14 марта? Все люди собрались, начали понимать, что я думаю, действительно огромная, мощнейшая держава, страна, людей, которые может и хочет обменить между собой денежные средства, да и не только. Потому что на данный момент вы сейчас собрались не для того, чтобы денежки заработали, для того, чтобы поверить в то, что каждый из вас может много, а вместе мы можем еще больше. И с каждым днем, просыпаясь, я живу МММ на самом деле ежедневно. И понимаю, что вот сегодня проснувшись, я вижу, что в системе, в моей личной структуре, не хватает каких-то небольших моментов. Или есть какие-то минусы, которые нужно исправлять. Я иду, это делаю. Давайте все вместе к этому идти, развивать свою структуру, неважно, это десятник, сотник, тысячник, ну и так далее. Произносить свою структуру обязательно, как минимум, хотя бы один проект ежемесячно, а лучше раз в квартал. И это даст огромную стабильность системе, потому что многие люди на сегодняшний день говорят, что если МММ будет работать с компаниями, если МММ будет просто действительностью, как поесть, попить, одеться, то мы будем МММ в том числе. Так давайте докажем, что мы можем много. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы вообще для начала поговорить о той политической деятельности, которую у нас здесь всех собрала. То движение политическое, которое сейчас набирает обороты в стране России, еще вот в Индии, к этому движению сейчас подключаются еще и оппозиционные силы Республики Голову. То есть я, как представитель партии Германии на Новый фронт, могу сказать, что сейчас вот это политическое движение партии МММ еще поддерживается и Беларусь. Соответственно, та идея, которую декларирует партия МММ и вообще та система, которую создал Сергей Петрович Мавроди, она применима везде. Во всех уголках мира люди могут организоваться таким образом, что та финансовая система, которая сейчас управляет миром, она уже не сможет никак влиять на наши личные какие-то желания. То есть мы все можем осуществить благодаря той системе, которую создал Сергей Мавроди. Соответственно, если мы сейчас зарегистрируем все эти политические объединения здесь, в России, на Украине, если подключится белорусская часть, это партия ГНФ, то есть она может принять изменения в свой устав, и мы сможем присоединиться к партии МММ, то, соответственно, мы уже сможем выйти на международный уровень. Мы сможем объединиться и выйти в Генеральную Ассамблею ООН в качестве наблюдателя. И там уже заявить ОСПР гораздо серьезнее. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все отнеслись к этому не просто как к какому-то фарсу и игре политической, но и действительно, изменяя мир, делая эту политическую партию, она будет рупором, через который мы сможем до людей открыто доносить вот эту свободную идею свободного общества, в котором мы все хотим жить. Я думаю, не просто так. Год, два, три назад мы вдруг и не знать бы не знали, мы не собрались. Вот эта идея, она всех нас объединила, и мы все находимся здесь, вместе в этом помещении, и строим планы на будущее. И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе эти планы строили таким образом, чтобы мир все-таки изменился. И мы должны поменять его. Всем спасибо. Хотелось бы подытожить. Я думаю, как бы многие уже перешли в дискусс, наверное, как бы устали. Я буду рад, скажу, ну, буквально пару слов о работе системы. В системе сейчас люди пришли, как бы, приходят сейчас, кто-то из-за идей, кто-то из-за денег. Вот если взять прагматический подход, скажу одно. Вот кто занимался инвестициями? Ну, есть люди в зале. Вот когда необходимо инвестировать? На каком этапе? Кризис. Кризис. Вот в 2008 году у нас был кризис в мире. Причем, как бы, очень мило, что это происходило в Китае. И вот те инвесторы, кто инвестировал в экономику Китая в 2008 году, за как проходят свои капиталы выучили в разы. Все согласны с тем, что у нас в МММ был кризис? Да. Все согласны? Согласны. Да. Все согласны с тем, что у нас сейчас идет подъем? Согласны. Все согласны? Система МММ-94 проработала полгода. Система МММ-2011 проработала полтора года. Почему МММ-2012 должно проработать меньше? Это прагматический подход. Апокалипсис неизбежен. Да. Вот теперь идеология. Апокалипсис неизбежен. И то, что Сергей Мавроди говорит, что апокалипсис неизбежен. Он реально не кремит душой. Потому что социальные вирусы создан, он выпущен. И его же не остановить. Мы должны жить, а не выживать. Мы будем жить, мы не будем выживать. И не только мы, но и все люди, живущие на земле. Мы построим совершенно другое общество. Общество, в котором не будет и панки, и не будет людей, которые будут из-за этих панек, пожирать, надо находящихся свободу. И это произойдет уже в ближайшее время. И все это не просто от нас, от нашей активности. Все, спасибо. Андрей. Собираешься, планируешься, все дальше не убегается. Женя говорит, да надо делать. И все. Я говорю, все, поехали делать. Вот мы ролик так продвигали, снимали, как я там размороженный вклад годовой получил. То же самое, это очень спонтанно получилось, что вот давайте в скайпе собрались. Давайте проведем, давайте. И все. Кто за что отвечает. Вот давайте вот это вот это. В результате составляли письмо, я там вырыгался, уснул. Но ГУНАР с Натальей Исаевой они до конца довели. С двух своих адресов отправили. И в результате письмо Наталье дошло, разместить, все, отступать не было. То есть, вот так вот произошла сегодня конференция. Честно говоря, поэтому не знали мы, сколько будет народу. Много, мало. Вот. Ну, ноги тормознуло, тут новый сервис, который прямая трансляция, они не пришли. Вот. Я так думал, что будет побольше народу. Но в принципе это нормально. Последний раз мы конференцию, когда в Москве проводили, это было, ну не знаю, последний раз. В общем, да, зимой в декабре, что мы заказали в спутнике. Там было 300 или 400 посадочных мест. Зашло народу там, не знаю, человек 750. Вот. То есть, все только начинается, я хочу сказать. Потому что, вот почему система МЛ-2012, на мой взгляд, сильнее мощнее. Потому что, во-первых, остались руководители с 2001, когда они зашли. Уже им не нужно ничего объяснять, они все понимают. Второе. Кабинеты налажены. Вот. Новая структура. И поэтому, я так думаю, что наша система будет развиваться еще мощнее. Значит, по поводу идеологии, что я хочу сказать. По поводу идеологии. Я уже говорил, что идеология – это идея Сергея Патилевича. Какие идеи у меня спрашивают? Я считаю, что это то, что, помимо того, что он постоянно говорит в виде обращения, и, ну, во-первых, это его творчество. Это то, что в нем наболело, и он выложил это все на бумагу, его видение. Вот. Кнопочка не проявлена, открываешь. Начинать нужно с самого легкого, с цитат. Там уже много цитат, которые сейчас я учу на языке. Страх унижает человека. Я только начал изучать. Очень много... Вот он говорит, допустим. То есть я сейчас вот эти цитаты превращаю в лозунги, и потом буду использовать в рекламных целях. Сегодня ночью я делал эти листовки, ну, макеты. Выложил, потом сделал фильм. И кому интересно, в контактах, если есть, в моих друзьях, я там ссылку на этот фильм. Я призываю, вот, как лидер структуры, один из лидеров, там, системы и так далее, я призываю точно так же быть такими же активными, своими руками, делать аналогичные продукты, как можно больше информации. В интернете, в принципе, это вот как раз наша сфера, интернет. Потому что где-то 50% всей рекламы сейчас в интернете. Вот. А вживую нам нужно почаще встречаться, организовывать собрания. То, что будут митинги, пикеты, они будут, несомненно, когда наши партии зарегистрируются официально. Это уже официальные, законные методы политической борьбы, конференции. Каждому человеку, который вступил в партию, который считает себя активным, который вступил в гвардию, нужно обязательно учиться, помимо интернета, учиться говорить, выступать. Потому что мы должны идеологию в массовости. Так как нам везде ставят заслон, опять, даже РНТВ, лояльно к нам относящихся, и кто не показал сюжет. Соответственно, как мужчина поступает, настоящий мужчина, чем тебя нагибает, ты должен сопротивляться и давать отпор, давать отпор. Поэтому, как бы нам не ставили палки в колеса, мы будем идти вперед. Поэтому мы можем многое, мы меняем мир, финансовый апокалипсис неизбежен. Спасайся на ковчеге МММ-2012. Все, спасибо.